Издевательство над геликом продолжается. Гелик, зашибись. О боже! Уверенная десяточка прям. Чего? Как можно было додуматься до строительной пены? Что ты с ним сделала? Блин, сейчас он плетел. Я наделала, мать. Что за? Привет, ребята-котята. На этом видео я вас сразу сходу говорю. Очень сильно люблю, потому что вы как минимум зашли на этот видос. Что вас ждет в этом видео? Вот этого сырного малыша. Да, он раньше был пончиковый, сейчас он сырный, потому что немножечко поменял свою фактуру. Я буду показывать топовым блогерам. Диме Гордею, Али Брулетовой, Карине Кросс, Глазуновым и многим другим. Так что это будет интересно, это будет заманчиво и это будет забавно. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал сразу. И погнали! Приехали показывать Гелюнию Диме Гордею, то бишь моему парню. Да ладно! Кто не знал, да, мы встречаемся. Вот это, конечно, каминал сейчас был. Как вы думаете, как он его оценит? Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Издевательства над Геликом продолжаются. Ну, издалека прям супер, вообще. Издалека кайф. Я рад, что мне тачку показывают одному из первых. Или первому даже, я не знаю. Потому что я думаю, чем больше эта машина будет ездить, тем больше она будет постепенно ушатываться. Слушай, сама идея, когда ты мне говорила, что хочешь так сделать, я думаю, что будет вообще плохо. Но он выглядит прикольно. Вот ты представишь, что он был белым? Он вот таким был? Да. Он был беленьким. А сейчас он выглядит, как реально круассан. Ну, если честно, мне кажется, это более реалистично. Как еще сзади посмотреть? Не, ну, прикольно. Мой фаворит? Леший, который был. Трава? Леший, да, трава. Он улетел, но он обещал вернуться. Блин, мне интересно, насколько плохо самому Гелику будет потом. Ну, вот фара, то это... Ну, говорят, что это не отодрать уже никак. Да? Вот это поворот! В последующих перевоплощений, наверное, не будет. Будет. То есть его будет интересно еще и восстановить. Сколько баллов из 10 даешь? Если Лешим отдавал 8, это, наверное, на 6. Ну, опять же, если, возможно, она была бы более белой, более надутой все было бы, тогда бы поприкольнее было. Как ты думаешь, что дороже вышло? Ну, вот это, наверное. Леший, у нас сколько? 15 часов мы его выклеили, ушло 60 или 70 тысяч рублей. Это мы сделали за 50 и 3 часа работы. Такой fast reincarnation. Не, ну здесь, как бы, на самом деле, много ума не надо. Просто, что, пьяный заделаешь? Ну, много ума не надо. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. Слушай, Ангерин, я думаю, тебе уже пора связать руки, иначе твоя фантазия до добра не доведет. Так, стоп, я тебе не дам связать себе руки, так что тебе меня не остановить. Тогда давай продавать его. Ты знаешь, где это сделать? Ну, тут только один ответ. На авито. Киндеры. Авито это сервис, который позволяет продать свое авто максимально выгодно. На авито очень много частных покупателей, поэтому продать свое авто не составит никакого труда. И что самое главное, объявление можно разместить буквально за одну минуту. Видите, насколько все просто? На авито очень много вариантов машин. Вы только гляньте, каких малышек я нашла в прекрасном состоянии за считанные секунды. Нет, но вы только гляньте на эту Ауди. Не была бы я приверженцем БМВ, точно бы ее взяла. А чем хуже Мерседес, простите? Правильно, ничем. Это подарок судьбы наткнуться на такого красавчика. Они разлетаются просто за мгновение. Так что настоятельно советую вам об этом задуматься. Переходите по ссылке в описании и продайте машину выгодно на авито. Здесь так много покупателей, что вам останется лишь только выбрать одного из них. Мы приехали показывать нашего гилюню Амини Тендерли Бай. Мне интересно мнение стримера насчет моего произведения искусства. Я думаю, вам тоже. Поэтому оставайтесь с нами. Я в шоке. Можно потрогать? Конечно, можно поесть. Но это невкусно, блин. Ты сделала пончик? Да. Это огромный десерт. Я хочу рассмотреть. Обалдеть. Сейчас спою. Ты просто сумасшедшая. Но по деньгам я думаю, что это 1150. Фига, с размахом. Дешевле? Да. 1030? 30 плюс еще шарики 20. Типа 50, да. Ну ладно, выглядит дороже, как будто, ребят, реально. Очень круто. Ты сама это придумала? Да, да. Подпишитесь на нее, она реально ебнутая. Я в шоке вообще. Это что? Где вы еще не ваннуто такой контент будете получать? Ну это правда жестко. Слушай, я вообще не ожидала. 2-3 часа на это все ушло. Какие? Я думала день хотя бы. А как это потом снимать? Никак. Я умею нагадить, но как это убирать, я потом не знаю. А, у тебя же нет машины? Нет, я мечтаю купить себе машину, но мне прав. Я хочу Теслу себе голубенькую. Теслу? Я хочу Теслу, потому что вот на обычной машине, когда ты едешь, ты отжимаешь газ, и она медленно едет. А Тесла не едет, она как картинг, на ней просто водить. Ну а если не Теслу, конечно же, если обычная машина, не электричечку эту, блин, ту самую, то Бентли. Я почему-то так и думала, что она скажет Бентли, континенталь GT какой-нибудь. Да, да, да. Да? Хочу его голубеньким сделать очень. Тебе пойдет голубой цвет, мне кажется, что это прям твой. Это мой любимый цвет просто, если честно. Вот так, ребят, эксклюзив был. Между прочим, Амина хочет либо Теслу, привет, я хочу, либо Бентли, континенталь GT. Хайфайзет офигенная тачка, кстати, китаец. Это ты выкладывала, да? Она очень круто выглядит, ее просто все вот так слизывают взглядом, когда она едет. Честно, ну, мне кажется, она выглядит колхозно. Чисто слишком много силуэта какого-то. Ну да, типа ту матч как будто. Это ты ее не видела вживую, вживую она выглядит прикольно. Думаешь? Прям ее оценил. Ну вот это заебись. Что ты посоветуешь сделать? Что с этим? Ну в следующий раз просто алмазами покрывай и все. Алмазный гелик из Майнкрафта. Гениально. И давай последний вопрос, от нуля до ста, сколько баллов даешь? До ста, может до десяти. Ну, хорошо, планку снизим до десяти. Я ставлю семерочку, объясню, за что минус три балла. За то, что мне все-таки тоже немножко жалко гелик, скажу честно. Когда ты мне сказала, что там нет с ним будет под этой штукой, тогда мне стало его жалко. Я несу вот позитив, и для меня это самое главное. Это круто. Ставьте палец вверх, ребят, и за аминочку, и за этот гелик. За такие старания-то, епа-мама, как не поставить-то лайк? Жирный, пожалуйста, такой. Показываем Карине Кросс, мой гелик. Раз, два, три. Ты что с машиной? Она теперь пончик. Какой она теперь пончик? Ты вообще знаешь, что это не убирается? Малыш! Блядь, за что? За что, Ангелина? Ты больная? Да, да, вот так вот. Серьезно? А что дальше будет? Гелик из макарон? Это стилево выглядит? Стилево? Ну, да. Это стиль. Давай, ладно, по шкале от 1 до 10, а сколько это хуево выглядит? Ну, слушай, ты выглядишь потрясающе. Уводим всем. Слушай, ну, вообще, на самом деле, трава мне нравилась больше, а здесь, ну, это п***но сделает. То есть, это не выглядит вкусно, типа, да? Мать, ну, это же, это же что? Это же пена, да? Это строительная пена. О, тут немножко травки осталось. Ну, чисто за идею могу накинуть тебе пятерку. Десятку тебе, и того получается 15. Ну, это п***ц, Ангелина, это не честно. Какая следующая итерация может быть, как ты думаешь? Что может зарядиться в этой светлой голове, если человек просто взял пену и машину за сколько? Не так много. Не так много? Ну, ты знаешь, сейчас где-то парни в Сибири такие... Ну, лям за геликой-то разве много? Ну, лям нормально. Слушай, ну, блин, ну это... Я понимаю, что для многих эта машина мечты. Остается до сих пор даже в таком виде. Потом, может быть, я ее разыграю уже в хорошем виде, полностью восстанавливаем. Но это должна быть какая-то история. История? Мне кажется, эта машина тебя ненавидит. Она тебя видит, и мне кажется, она тихо плачет. Она вот так... Да, она какие-то звуки издает на приборной панели постоянно. Не могу читать, не умею по-немецки просто. Очень нишпрехо. Как ты думаешь, чем добавить его? Что в него добавить? Отвали от него. Оставь его в покое. Отдай его нормальному человеку. Отдай его мне. Он будет сребристенький, красивенький. Нет, слушай, ну вообще, конечно, прикольно. Ну, типа вот, так как ты издеваешься над машиной, наверное, никто не издевается. Ты же понимаешь, да, что это не убрать? Это не убрать, да. Только соскребать вместе с краской. Но прикольно, потом восстановить его, представляешь? Вот это из... Это как феникс. Тебя Гордей укусил? Разломать, восстановить. Это семейное просто... А зачем ему было ухандохивать? А типа, если бы я восстанавливала просто гелик ржавый, это было бы неинтересно. Ну, согласитесь, парни. Ну, прикольно, прикольно. Как вообще вот это прикрепилось, я не знаю. А можно у тебя один шарик? Слушай, давайте подарим, кстати. Хочешь, я тебе подарю шарик? Давай. Это тебе. Спасибо большое. Ну, это прикольно, честно, чтобы не было, это прям, ну, разъем. Спасибо, что оценила. Разъем. Пойдем покажем, что у тебя на гелике зале. Пойдем, пойдем. Я подготовилась тоже. Не так экстравагантно, как ты. Не экстравагантно? Нет, нет, нет. Это очень интимного характера гелик. У меня просто девочка порядочная, и она в трусиках летом ходит. А ты в трусиках? Конечно, что-то вопрос такой. Я в панталонах хожу. Собственно, у меня... Не, ну, красиво. Мне нравится, что журчик есть. С санкционочками. Да, для геликов. Да. Все, не жалко. Все, спасибо, что вы посмотрели реакцию Карины. Кариночка, поцелуй тебя. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Она старается для вас. Посмотрите, какая она красивая, еще и креативная. А такое бывает редко. Кто у нас тут появился? Я просто думаю, я вот дом сейчас строю, думаю, куда пропали все стройматериалы, а вот где вся моя пена, которую я пытался скрепить. По 10-бальной шкале сколько дальше? Вообще, это на десяточку. Если это про привлечение внимания, то это точно на десятку. А если про колхозинку? Ну, как ее мыть? Я не понимаю. Так я его не мою. В этом русская. Он, в принципе, обрастает вилью. А бензобак ты как открываешь? Смотри, есть специальная вот эта мороженка. Это как идентификатор бензобака. Делаешь вот так. Ай, он постоянно приоткрытый, да, у тебя просто? Да, он постоянно просит кушать. Ну, а он съедобно выглядит, да? Очень. Сладенько. А он больше похож сейчас на сырный ель? Не, он похож на эти, на взбитые сливки, которыми ты его облила и просто оставила проветриваться на дня три. То есть, короче, это несъедабельно, да? Он не воняет при этом, удивительно. А что думаешь, как, что дальше с ним делать? По-моему, это верх совершенства. И тебе осталось сегодня какой-нибудь реальной едой его обклеить, чтобы люди могли просто подходить на улицу, брать и есть. Вот это давать вообще супер. Гелик, зашибись. Первая заправка нашего первого гелика. Вы кто такие? Я вас не звал. Я попросила Артурчика, чтобы он немножко подкорректировал внешнее состояние гелика. Вот эти все светлые части, это его дело рук. И он еще решил вот на фархов насадить нам плену, чтобы было максимально красиво. Это последняя такая вишенка на торте. А сегодня мы снимаем кар-бай-кар. И посмотрите, какая у меня дежурка красивая. М3 Е92. Йоу, самая классная машина после М5 Е60. Очень светлые ребята к нам приехали, а именно Андрюша и Рита. Привет, привет. Можно говорить глазуновые, да? Можно, конечно. Все, отлично. Замечательно. Сейчас будем показывать гелик, и они будут его оценивать. Let's go. Раз, два, три, поворачивайся. Почему? Проходите в лизу. Его можно съесть, можно зубами сразу же сцепиться. Не надо, не надо. Его хочется потрогать. Офигеть. Блин, прикольно. Можно трогать, обнимать его. Но они сдулись, как я понял, да? Они уже поехали. О, вот этот прям свеженький. Ну да, я еще тут немножечко держу его. Очень прикольно. Блин, охренеть. Такой чисто кончиковый. Погоди. Вы, это же пена, да? Да. Быстро и пена. Как двери открываются? Погоди. Никак. Попробуй, попробуй открыть. Моя зеркалька, где стучит это. Не, страдай, теперь я еще посмотрим. Давай так, лучше трава или этот. Это гномы украли. Подожди, куда они вылетели? Блин, реально все отлетело. И тут тоже отлетело. Сверху тоже. Выглядит очень прикольно, очень необычно и свежо. Но задумка, какова у тебя была? Это типа гелик десерт, огромный. Десерт какой? Там типа чизкейк, браунки, браунки. Это все вместе. То есть, ты видишь, это мороженое, это пончик. То есть, это как бы то, что нельзя диабетикам. Выглядит супер круто, очень похоже на тесто, на какую-то булочку такую мягкую, с коварицей, вкусненькую, со всеми десертиками. Но, как будто немножечко не доделали, не дожарили. Он какой-то вот сырой вид теста. Он сырой? Да. А мне кажется, наоборот, он такой подрумянинный. Ну вот мнение. Вот мне кажется, что наоборот подрумянить нужно, типа поджарить чем-то. Есть горелка? Можно проткнуть? Можно, да. А АСМР? Ты переработал в Женкаре. Ваша оценка из 100 баллов. Сколько дает? Из 100? 72 с половиной. Окей. А Рита, ты? Я 80. Мне нравится. Мне кажется, когда он был белым, он вообще был офигенным. Вот у меня такой топ. Белый, наверное, 95. Зелененький 85. А это 72 с половиной. То есть я уже, короче, понакатанный вниз, да? За сколько по времени, как ты думаешь, мы сделали его? Мне кажется, дня два. Алла Брулетова такая, да, я работала два дня над ним. Его за три часа мы сделали. А, реально? Да. Вообще. Тогда 71. Это все меняет. Ибо я на его больше усилий приложил. Три часа это очень быстро. За три часа сделать это, и это офигенно. Да, это очень круто. Это прям дипломная такая. Мне все нравится, все круто. Я люблю десерты, я их оцениваю в первую очередь по визуалу. И здесь в некоторых местах видно, как будто бы знаешь, десерт уже кто-то переварил. Блин, ну спасибо, ребят, спасибо. Не, вообще топово. Ты прям молодец, это круто. Можно на нем поваляться? Да, только не на кончике. Я, ракета. Я, я, ракета. Еще никто так не делал. А сейчас у нас в кадры войдет Леша Топоревский. Тот самый герой, который помог вызвать Литвину свою эмпу. А Диме устроил день рождения за один день. Тот самый герой за кадром. Как тебе, Гиль? Ну не, обычно, как обычно. Все, дай потрогаю, я все не трогала. Потрогай. Антистресс такой. Да? О, прикольный. Он ненадолго, да, будет? Ну, потом я его сожгу, да. Реально? Ну, нет, конечно. Я же не издеваюсь над Гильком. Просто вы забыли на Леху. Он так улыбается, сразу хочется тоже улыбаться. Да, ну вы забыли. Блин, прикольно. Вот эти вот, кстати, круче у меня. Мне нравится, прикольно. Пушистик из-за того, что он был, ну, первым, правильно? У него 9, у травы 6, у этого 10. Из 100? Нет, из 10. Блин, это, по-моему, самая лучшая оценка, которая давалась. Спасибо большое. Предлагаю бы купить новый гелик и так продолжать. Но мы с Аллой хотим сделать. У нее уже есть новый гелик. Мне нужно будет вкладывать 25 лям. Ну, ставьте лайк на эту идею, если хотите, чтобы я так сделала. Все, спасибо. Короче, ребят, мы тут встретились с Симси Палычем. Что ты думаешь за счет этого гелика? Ну, мне уже сказали, что можно ругаться матом. Я могу сказать что-то. Я издалека подумал, что он какой-то мягкий, плюшевый. Но сейчас я подошел и понимаю, что это просто ступостроительная пена. Как можно было додуматься до строительной пены, я не понимаю. А тут что было, что творилось? Мы потеряли этого друга в бою. Ну, здесь был донат. Это идеальная тачка, чтобы нарваться на 12,5,1. Да, поэтому он передвигается вот на этом, а не на четырех колесах. А ты бы смог засчитать там, ну, рэпчик про него? С нами Ангелина, на душе полно отваги. Здесь эвакуатор, а на нем делим 2-1. Она сюда приехала, я в шоке, о, мэн. Потому что телек весь покрыт этой пеной. Пена строительная, короче, как-то так. Я вахую немного, но в целом все ништяк. Ребята, ситуации есть разные. Кордею повезло, у Ангелины есть фантазия. Вау, раунд просто период. Ну и 100, какой бальчик ставишь ему? Травяном поставил бы прямо вот 92. Потому что вот еще 8%, можно еще что-нибудь ебнуть. А тут я поставил бы 67 с плюсом. Что с ним сделать еще? Думаю, распространенный ответ будет разыграть. Кому он такой нужен? А ты представляешь, у кого-то вообще машины нет. Нет, я понимаю, что для многих пацанов эта машина до сих пор остается мечтой. Не то, что я издеваюсь над этим великом, и я не уважаю Гевентваген, и не уважаю Мерседес. Нет, просто я считаю, что в этом мире и так слишком много обычных машин. Прикольно видеть что-то такое на дороге, что вот тебя это улыбнет скорее, чем какое-то оскорбление вызовет. Нет, ну а какое оскорбление? Не важно, какая у тебя машина, в каком она виде, а если ты любишь свою тачку, это самое главное. А лада это будет или телек покрытый строительной пеной, это уже твой выбор. Главное, что ты любишь, и вот это вот самое главное. Вот это вот я бы назвал БДСМ. Ладно, let's go, быстро посмотрим М-очку. Повожу в курс дела, Палыч приехал сюда на какой-то суперзаряженной М-ке, она сделана полностью из карбона, и у нее очень хороший выпал. Пипец у нее расширение! Молодой человек! Вас немного приплющило, да? Знакомься, это уникальная BMW М4. Чем она уникальна? Материал кузова полностью, кроме несущей конструкции, карбон кевлар. Офигеть! Нереально прочно и стильно. Вот вообще все это карбон кевлар. Откуда тебе такое счастье досталось с чек-энженом? А у меня есть друг Гамит, он очень увлекается М-ками, и вот это его уникальный проект, он единственный первый такой в России. Ну она весит, наверное, вообще, как один мизинец. Карбон кевлар скинул веса 280 кг. Плюс свап на механику, гидроручник, буст до 600 кг. А комплект Louis Vuitton идет в комплекте? Комплект Louis Vuitton тоже, но я балуюсь. Каркас безопасности тоже, да? Каркас от М4 GTS, в багажник идей. Открываем багажник. Здесь у нас метанол для дополнительного охлаждения. Это что-то на фассажном? Да, и система пожар-тужения автоматическая. Вдруг ты пригорел где-то на дрифте и нажал кнопочку, и у тебя вся машина потушила. И сколько такое добро стоит? Слушай, постройка этого добра заняла полтора года, и где-то в 10-11 миллионов вышло. Вот смотря на гелик и вот на эту машину, все будут обращать все равно внимание на гелик. Зачем платить больше? Ты просто когда сказал про необычную машину, я сразу вот решил тебе показать. Пацаны поставят лайк, наверное, больше за эту тачку. Пацаны, БМВ или гелик? Гелик. О, просто, просто гелик, гелик. Гелик, одна точка. Видел, да, видел? Столько и вкуса. Мне тоже нравится гелик. То есть я могу, в принципе, вот так подойти и, типа, ну, коленкой впихнуть в дверь, да? Да, да. Ну, применение в галстинке с покраски, потому что... Блин, офигенно. А можешь еще немножечко побомбить сзади? Ребята, обязательно ставьте лайк. Фантазия Антелины просто поражает, поэтому неважно, какой будет гелик. Главное, поддерживайте, если вы на нее подписываете. Главное, чтобы БМВ. Главное, чтобы вы любили свою тачку. Все, давай. Так, ребята, еду показывать гелик Айле. Следующая реакция. Она не видела его полностью в таком состоянии, уже сделан. Поэтому будет интересно посмотреть. Вон она стоит. Лицо, лицо. Что ты с ним сделала? Так мы же вместе делали это. Ты уже забыла? Еще он закружился. Потому что на солнышке стоял. Он припекся. Скажи, сейчас на круассан похож. Нет, знаешь, на что похож? Конфета турецкая называется. Чак-чак? Да. Только не турецкая, она татарская. Татарская конфета. Или пухлова, типа, да? У меня нет слов. Это слишком жесткий, бедный гелик. Давай, какой следующий шаг? Что мы будем с ним делать? Ты готова вписаться в следующий? Я готова вписаться в следующий. Младенка вошла лапку. Мы в своих экспериментах с геликом. Только с твоим, а не с моим. Запрыгни на него. Какая-то чирлидерша. Сидишься хорошо? Вообще, ну. Можно так вот лечь и забирать. Тебе очень идет. Как будто ты поэрис хилтон этот вагирь. Я в шоке, что мы его атаковали. Ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Я считаю, что это полный. Но мне нравятся твои все гениальные идеи. Они все клинжовые максимально. Но в этом что-то есть. Ты выделяешься из массы. Потому что никто даже такое не снимает. Только Ангелина Блокинка драйв. Что думаешь не на камеру? Это прикольно выглядит. Ну реально. То есть это... Ну это кринж. Это жесткий кринж. Ну а стой, это колхозинг? Это колхозинг. Это уже колхозинг. А трава не была колхозингом? Трава тоже колхозинг. Все, что ты с ним сделаешь, любое, это будет колхоз. На этом ездить, конечно, это полный трэш. Вот прям ездить постоянно ездить. Ну это что? Ну да. Это больше как такой музейный экспонат. Ну да. На который смотрят. Ну что ж, такого не было. Но смотри, первая реакция, первая реакция у тебя какая была? Ты заулыбалась. Ты заулыбалась? Ты порадовалась? Да, да, да. Твой день стал чуточку лучше. Да. А мой день стал чуточку лучше, потому что я заставила человеку улыбаться. В целом, на самом деле, это прикольно выглядит. Угарно выглядит максимально. Это все снималось? Конечно, да. Это была скрытая съемка. Но я хотела реально твои эмоции прочесть и прочла. Да все нормально, короче. Прикольно ты сделала, мне понравилось. В итоге. Вперед булочек. Обожаю ее. Как минимум, заулочку ставьте лайк. Заулочку, пожалуйста, лайк выставьте. И сюда мы прилетели, чтобы показать нашего Гелюню Славу Бустровичу. Блин, на самом деле, я не хочу скрывать от вас правду. И пока мы везли сюда Гелюню, он его уже увидел. Пиздец. Но сделаем такую небольшую постанову, как будто он его не видел и видел впервые. И прямо сейчас состоится их первое рандеву. Новая ксива, новая работа, новые колеса. Решаю вопросы, горы кокоса. Хеллоу. Привет. Это у тебя тачка, дежурка на лето? Ну да. Нормально. А это моя тачка, дежурка на лето. Ты что? Я не знаю, сейчас скажу. По десятибалльной шкале, на сколько? Уверенная десяточка прям. Ну, такую хуйню, типа, не видел никогда вообще. Я видел, что ты с ним постоянно делаешь, как будто он уже привык и в целом, типа, уже не так его жалко. Бедолага уже знает, что намотался, типа. Это вызывает у тебя улыбку или скорее отвращение? Нет, прикольно. Мне вообще всегда в кайф такой видеть, прям классно. Обклеил вы свою так? Ну так нет, конечно, но газоном можно. Открывается бак? А, блин, давайте поздравим бустера с разбаном свитча. Пишите свои комментарии. Комменты, ура. Да, спасибо большое. Конечно, на сколько ты это ждал? Вообще пиздец. Как будто заново родился? Да, для меня это прям как второй день рождения, поэтому тус, кстати, прям здесь будет, на четвертом этаже. Прямо наверху? Да. Ну, адрес мы не скажем, ну и выложим это уже потом. Что бы ты следующее сделал? Ну вот, по твоим меркам, что бы ты еще делал? Невидимый гелик, просто из стекла, сделай стекло. Ну ты же на нем не ездишь, да? Или ездишь? На эвакуаторе. На эвакуаторе, ну вот, сделай просто зеркальный гелик. Новое платье короля, когда он голый был, просто не будет его. Есть кайф какой-то в этом. Ты можешь его, знаешь, взять так продырявить. Паш, прямо сейчас забираешь за 10 миллионов, а за 11. Его вглубер надо ставить. Ну типа это как перформанс такой. Конечно, 100%. Да не, какой перформанс, это повседневный раскрас, мне кажется. Боевой такой. Ну да. Ладно, ставьте лайк за реакцию бустера. Ставьте классы, подписывайтесь на канал. Классных вам дней. И начинка. Будьте счастливы. Скрашуем банки, сидим в особняке на таганке. Так, у нас тут еще одна реакция подоспела. А Никита просто спиной ходит обычно. О боже, как ты сделала такой геллендваген. Вау. Я не знаю, что ты сделала. Это, знаешь, как в старых домах. В стенах вот было. У меня так в бане было. Блин, очень круто. Старкира, да, какая тебе сделала? Да. Блин, вот что-нибудь сейдобное такое. Слушай, ну я считаю, ты делаешь великолепные вещи. Можно открыть? Да, ну там очень много всяких. Да, там была бита, например. А ты должен закрыть по-геликовски. Да, да. Это силы не хватило. Это белье. Ура. Давай теперь оценку по 10-балльной. 8. Чего бы ты добавил? Цвет чуть посветлее бы сделал. Чуть-чуть. Он был вообще. Да, я так понимаю. Прикольно делать фигурку на каждую твою работу. Покупать модельку Гелика и пусть те же люди сделают мини-версию. Никита только что нам придумал. Прикольно. И разыграй потом. Спасибо. Этот человек не нуждается в представлении. Давай не будем палить его новый цвет машины. Кому ему он ничего не палил. Но вот тачка классная. Скажем так, небольшая затравочка. Это тыква. Этот человек не нуждается в представлении. Привет. Что за х**? Чего можно говорить прямо? А что это такое? Это пена что ли? Да, подожди. А не испортится из-за пены машина? Ха-ха, господин. Как это могло в голову прийти вообще? Подожди, вопрос один. Нахуя вообще? Да есть ощущение, что меня насрали. Просто, знаешь, знатно прям. Просто чисто вот так вот сверху. Все, что не переварилось, там мороженое какое-то. Это доза атака голубей. Атуматуре атака голубей. Тут просто трясаешься. Это выглядит хайпово. Это привлекает внимание. А насколько вот по рейтингу колхозинга? Десятка уверенная, я думаю. По колхозу прямо она выигрывает, я думаю. Ты же видел там итерации с его пушистым внешним видом? Я видел там с травой, короче. И с травой, да. Вот что из этих трех, типа плюш, трава или вот этот? Это вообще п***. Трава это еще была нормально, прикольно. Тематически прикольно. Ну, это еще как-то нормально. Вот это вообще п***. Вы добились этого. Да. Даня, вот это верх, знаешь, дальше некуда называется. Туда на дно, да, идем уверенно? Чтобы с него постучали еще, понимаешь? Можно, а то я уверен, он такой, знаешь, отрывал. Себе на память. Такой хуяк. А что бы ты добавил тебе сюда? Либо наоборот убрал, что бы ты следующее сделал? Горшка не хватает. Горшка? С твитами или чем-нибудь? Для другого. Вообще не знаю, да нет, прикольно. Мне кажется, оно вот так вот есть уже гармонично. Знаешь, это все этапы принятия, типа отрезание, торг, депрессия. Да, да, да. Попробуй открыть дверь. Блядь, ну может лучше, если сможешь. Если сможешь, забираешь гель к себе. Блядь, ты реально забираешь? Я же открою. Сука. Откройся. Нахуй. Это не получается. Забаррикадировано. Как тебе вообще расклеивать его? Вот это вопрос хороший. Это отдельный ролик, я могу записывать, как его расклеивать. Типа иди со своим вопросом, да? Типа ты умы, пришел вопросу, задай. Чего ты так думаешь? Нет, ни в коем случае. Я не знаю, честно, потому что когда я это делала, мне было прикольно. Вообще, он был такого беломатого, красивого цвета. Еще белее, чем вот эта вот часть. Да. И он был реально как сбитый с ним. Как ты думаешь, за сколько денег мы его сделали? Не знаю, может, тысяча двадцать или тридцать. Да, тридцать или тридцать пять его округляем. А времени сколько? Шестьсот два. Блин, ну как будто ты что, смотрел мой ролик? Я смотрел. Вот главный фанат. А вот за попадание есть какой-то приступ? Брат, пятьсот рублей. Да, это на карман. Спасибо большое. Это поп-корнер. Блин. Да мы пошутили, что это сливки. Это ж не настоящие. Это ж пена. О, сладко, слушай, знаешь. Блин, вкусненько. Капец, знаешь, говном так не могу помочь. Ну, актер. Вы заметили такую интересную тенденцию? Почти у каждого блогера гелик поначалу вызывал смешанные эмоции. От дикого отрицалого до легкого смущения. Но под конец нашего диалога все признали, что идея с переодеваниями, this is круто, и это факт. Надеюсь, ребятки, он у вас тоже потихоньку вызывает позитив в эмоции. Дорогие зрители, спасибо, что смотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам оно понравилось. Если новый лук гелика вам зашел, ставьте лайк. Если нет, ставьте лайк и пишите комментарий. Посмотрим, сколько вас там собралось. И как минимум одну цель в этом видео я выполнила. Я заставила вас улыбаться. Вот точно, в один момент вы заулыбались. А для меня это очень и очень важно. Подписывайтесь на канал, если хотите видеть дальше преображение гелика. Я вас сильно целую, обнимаю и берегите себя. Пока-пока.